20 век знал немало кровавых страниц. Среди них трагедия в Ходжалы одна из самых страшных. В ночь на 26 февраля 1992 года армянский бандформирование и 366-й мотострелковый полк бывшего Советского Союза учинили жестокую расправу над 613 мирными жителями города Ходжалы в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом, а также о других преступлениях армянской страны поговорим в рамках специального выпуска на телеканале CBC. Здравствуйте, меня зовут Михребан Касумова. Гость нашего эфира Моисей Беккер, доктор философии по политическим наукам, ведущий научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана. Господин Беккер, спасибо вам, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. Итак, еврейский народ, как никто другой, знает, что такое геноцид. Вы пережили Холокост. В связи с этим, сколько бы ни прошло лет, какие чувства сегодня испытывают и еврейский народ, и азербайджанский народ? Как такие преступления должны были быть справедливо оценены со стороны мирового сообщества? Во-первых, такие преступления не забываются. Те, кто предают забвению, то, что про свое прошлое, они обычно повторяют его снова. Для того, чтобы не повторять, мы должны помнить, мы должны знать, мы должны передавать это из поколения в поколение, потому что это та история, от которой мы не можем спрятаться. Она будет с нами постоянно и все время. И те преступления, которые совершили армяне Ходжалы, это же не первые преступления, которые они совершали против азербайджанского народа, против мусульман, как представителей определенной конфессии. Это началось еще с момента, когда они стали преследовать курдов, которые жили на территории там, где они планировали Великую Армению. А потом, в 1918 году, когда они стали создавать свое государство на землях бывшего Ереванского ханства, они начали проводить этнические чистки. А Дроник привел 30 тысяч армянских беженцев, так называемых вооруженных бандитов, которые стали изгонять азербайджанцы от своей территории, которую армяне спланировали для своей страны, для своей территории. Там были массовые убийства, просто это никто не фиксировал, и тогда на это как-то не обращали особого внимания, потому что шла война, Первая мировая война, которая была с гигантскими масштабами жертв. Здесь были жертвы как бы локальные, в общем-то, как бы забытый уголок, поэтому мало кто на это обращал внимания, кроме самих азербайджанцев, которые это все дело переживали. И эта трагедия, она как бы шлейфом идет уже до вот этого события Ходжалы. И я считаю, что преступники не только те, кто исполнители. Исполнители – это только люди, которые исполняли приказ. А в ходе, когда человек убивает другого человека, он входит как бы вот в этот самый экстаз, и он начинает убивать всех подряд. Вот кто разрешил это делать, кто дал, сказал, что это можно делать, вот они самые главные преступники и самые главные подлецы, которые должны нести действительно наказание. Не только истории, но и судов, настоящих судов, почему-то. Вот был Нью-Йоркский трибунал, и мы знаем, за что их судили. И там, кстати сказать, приговорили к смерти казни Юлиуса Штрейхера, который был всего-навсего главным редактором газеты «Дельштюрмер», штурмовик. Он не убил лично ни одного еврея, но его казнили, повесили только за то, что он подготовил целый слой убийц. Он разрешил, сказал, что можно убивать, что вы, я вас освобождаю от такой химеры, которая называется совестью. Вы можете убивать любого еврея, он наш враг. И то, что он сделал, когда Дурденко, выступая на процессе, сказал, мы его казним за то, что... Нет, не он разрывал детей на части в Сабибуре, но он готовил тех людей, которые это делали. Он психологически освободил немца от ответственности, от моральной ответственности, что это нельзя делать. Ведь всякая религия говорит, что нельзя убивать ближнего. Но те, кто освобождает от этого, это самые большие предатели, негодяи, подонки, которые выступают против Бога. Они берут функцию Бога на себя. Вот это самое страшное, что может быть в этой ситуации. И говорят, что вот у войны есть свои правила, да? Да. В отношении вот первой Карабахской войны, даже вот война происходит. Разве можно убивать женщин, стариков, детей? Во-первых, правила войны гласят, что мирное население не является объектом военных действий. Объектом военных действий является такой же военный вооруженный человек, как и ты сам. То есть ты воюешь с армией. Армия идет против армии. Армия, одна армия защищает, другая армия наступает, это все понятно. И это тот факт, который был всегда. Мирное население не должно страдать. Есть правила издения войны, которые были установлены еще в конвенции 1907 года. Но, к сожалению, этого же никто не исполняет. И есть еще конвенция военнопленных, их тоже нельзя истреблять. Их тоже нельзя убивать. Военнопленный это человек, который уже больше не воюет. Он уже, он находится в заключении. Он не является угрозой для кого-то. Поэтому его нельзя трогать. Он также является под защитой закона. Но дело в том, что я считаю, что в первую очередь нужно судить и нужно заклеймить позором наследника Балаяна, который написал этот отчак, который раскрыл это все. Сива Капутикан, которая всем этим занималась, тоже пропаганду вела. Из Ави Тикиса Акян был, который даже Станинскую премию свою получил. Но человек, который скрывал свои взгляды. Он на публику, на русском языке он говорил дно, на армянском языке он говорил совершенно другое. То есть это люди, которые имели двойное дно. И они действительно преступники, те, которые все это дело совершали. А что касается ход жилы, то понимаете, дело в том, что армянам удалось изгнать азербайджанцев с 1986 года, начиная. Изгоняли на своей территории, с Мегринского района люди бежали. И в 1987 году были изгнания людей. Это как-то проходило спокойно. Но когда они стали вести войну, военные действия, они смогли очистить территорию Армении от азербайджанцев. А территорию собственного Азербайджана очистить было невозможно. Люди стали сопротивляться. Народ вооружился. Народ понял, что если он уйдет, то он потеряет дома, земли и все остальное. Он потеряет свою родину. Нужен был страх. Нужна была какая-то стратегия для того, чтобы люди испугались. Нужен был испуг. И вот в качестве вот этой вот жертвы был избран ход жилы. Я не знаю, случайно или не случайно, но выбор пал именно на этот. Единственный в Карабахе аэропорт. Да, и именно этот город стал. Это так же, как Хатынь. Да. В 1942 году, в 1943 году, когда, в общем-то, ехали уничтожать другую деревню. Сломались машины, они выскочили, эти самые бандиты из этого батальона карателей. И истребили Хатынь. То же самое получилось с Хаджилы. Это судьба. Нужно было напугать людей, чтобы они бежали. Вот трагедия Хаджилы подстегнула поток беженцев, который стал уходить с этих территорий. Люди поняли, что армяне не те люди, с которыми можно вести какие-то переговоры, дела. Это те люди, которые настроены на уничтожение, на убийство, на изгнание, на этнические чистки. То есть они продолжали ту политику, которую армяне начали в 1918 году. И армянская сторона очень любит говорить о так называемом гуманитарном коридоре, которого не было. Это была ловушка. Гуманитарный коридор. Я недавно просматривал материалы. Пишет один русский человек, который жил в Хаджилу с семьей. Он рассказывал, что люди бросились в один проход. Оказывается, там стояли пулеметчики и автоматчики, которые их ждали. Они со всех сторон стали поливать их свинцом. Опять я говорю, это было сделано специально. Это нужно было поднять с азербайджанца, чтобы они стали бежать. Чтобы они не держались со своей дома. Чтобы они от страха стали бежать. Человек, который в страхе, он не соображает, что он делает. Он спасает свою жизнь. Он не думает о том, что он бросает дом, что он теряет это все имущество и так далее. Не об этом идет мысль. Мысль идет о том, чтобы спасти себя, своих близких, своих детей, своих родных. Вот это самое главное. Потому что вещи нас держат, нас держат наши близкие, родные, дети, внуки и так далее. Вещи в итоге это все наживное, это все ерунда. Это все остается. Господин Беккер, еще один такой момент, на который нельзя не обращать внимания. То, каким методом, способом были убиты эти люди. В каком состоянии находились трупы. Кто на такое способен? Это не человеческие действия. Смотрите, люди, которые уже были, они были как-то нацелены на это. Ведь даже, я уже не помню, то ли Саркисян, то ли кто-то из этих вот армянских бандитов, которые возглавляли этот самый Карабахский клан и все остальное. Потом стали президентом. Они сами говорили, что среди тех, кто пришел воевать, а пришло очень большое количество армян из-за рубежа, это были те люди, которые просто были убийцами. Известный международный террорист Монтемил Коян. Монтемил Коян, да. Они просто были убийцы. Они просто хотели крови. И таких было много. Они пришли просто убивать. Вот это самое страшное. Это то же самое, как в СС шли люди добровольно. Они же добровольно убивали людей. Они добровольно служили. Восвенцами они получали удовольствие. Они могли отказаться от расстрелов людей. Это не возбранялось. Но ни один не отказывался. Наоборот, когда говорили, что завтра будет расстрел, кто хочет пойти добровольцам, приходили, стреляли, убивали. То есть вот настолько была пропаганда в этом отношении поставлена хорошо, настолько годами был подготовлен этот народ, который все эти преступления совершал, что он смог пойти на это все. Это же не единственный ход жилы. Таких ход жилы было много. Просто ход жилы оказалось тем городом, который оказался в центре внимания. Остальные, которые, вот президент сказал, что 3890 человек пропали без вести. Они не пропали без вести. И уничтожили просто. Я думаю, что там на территории освобожденных большое количество массовых захоронений. 15, 20, 30, 40 человек. Это все равно массовое захоронение. Ход жилы имел стратегическое значение. Как я уже отметила, там находился единственный в Карабахе аэропорт. Но ход жилы предшествовали и другие массовые убийства азербайджанцев. Это село города Аглы, село Малыбейли, Гушчулар. И после ход жилы снова было совершено преступление в отношении азербайджанского народа. Уже башлыбельская трагедия в 1993 году, в апреле. Вот если бы мировое сообщество вовремя обратило внимание на то, что произошло в 1992 году, может быть, на этом бы преступления и завершились. Я не люблю говорить о позиции, реакции мирового сообщества. Но, тем не менее, мы должны об этом говорить. Дело в том, что мировое сообщество как-то к этому относится совершенно безразлично. Понимаете, здесь, вот я просто хочу сказать, что международное общественное мнение, международное мировое сообщество и вообще руководители многих государств, они исходят только из позиций, выгодные или невыгодные. Надо обращать внимание? Не надо. Когда происходили события в Югославии, они тут же обратили внимание. Потому что им надо было ликвидировать Ленину Югославии. Когда происходили события здесь, они как будто происходили где-то на задворках, где-то далеко, где-то... Если вы помните, в Руанде уничтожили почти миллион представителей премии Туцци. Кто вспоминает об этом? Кто вообще об этом говорил? Кого это интересовало? Кому-то этого и не было никогда. То есть, вот, опять-таки, это все выборочно. Что касается евреев, то здесь просто ситуация была уже такая, что ее нельзя было скрыть. Это были концлагеря, это были газовые камеры, это были массовые убийства, это была программа партийная, государственная. Германию надо было наказать, ее наказали. Ну и потом еврейская общественность поднимала тогда этот вопрос. Это все, в общем, бужировалось, потому что это было свежо. И это были масштабы, которые были немыслимы вообще. Поэтому это все... Ну и Азербайджан поднимает этот вопрос. Азербайджан поднимала этот вопрос. Опять-таки, понимаете, опять это все было так. Нужно обращать внимание, не нужно обращать внимание. Понимаете, вот это все вот как бы локальные какие-то конфликты, где-то далеко. Вот в чем все дело. В Европе нельзя было скрыть. А где-то далеко можно и не заметить. И вот это двойные стандарты, вот эти вот подходы двойные. Они провоцируют на это все, понимаете? Если бы это пресекало сразу, ничего бы этого не было. Если бы несли ответственность не только Милошевич там, или Караджич, или кто-то еще, да? А несли ответственность тот же Саркисян, почему он должен сидеть? Тот же Качарян, почему они должны быть бывшие президенты? Ну и дальше что? А если они преступники? Значит, они должны быть представлены Международным судом. Кто их сейчас призовет к Международному трибуналу? Кто их выдаст? Кто сделает это? Никто. Очень вся беда. Беда только в том, что кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Вот из этих позиций, если мы будем исходить, Хаджалы будет не последней, к сожалению, трагедии. Я не говорю про Азербайджан. Дай бог, чтобы у нас ничего не было. Но это будет трагедия повторяться в других местах земного шара. Если не останавливать, всегда нужно остановить. Преступника надо поймать за руку, отрубить эту руку и сказать, еще раз делаешь, отрубим голову. Может быть, это и грубо во всяком случае, но это справедливо. Я считаю, что так и должно быть. А когда одним можно, другим нельзя, мы смотрим сквозь пальцы других, да, их надо взять и зацепить, и посадить. Ничего, никакой справедливости не будет. Господин Беккер, спасибо вам большое, что нашли для нас время. Спасибо, я благодарю вас за участие в специальном выпуске. И вам спасибо, что вы меня не забываете. Спасибо вам. Я напомню, исполнилось 30 лет со дня геноцида в азербайджанском городе Хаджалы. Армянский бандформирование и 366-й мотострелковый полк бывшего Советского Союза жестоко расправились над 613 мирными жителями азербайджанского города Хаджалы в Карабахском регионе. Были убиты еще 63 ребенка. Об этом и других страшных преступлениях Армении в рамках специального выпуска мы говорили с Моисеем Беккером, доктором философии по политическим наукам, ведущим научным сотрудником Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана. На этом все. Оставайтесь на CBC. Моисеем Беккером